Благословение Господне да пребывает со всеми нашими богомольцами, собравшимися сегодня почтить воскресный день и празднование Собора Московских Святых. Неделю назад мы с вами здесь же воспоминали события, которые произошли в нашем Первопрестольном Граде 13 лет назад. Очень такие значимые для нашей отечественной истории, для сердца нашего Отечества, для Московского Кремля. Ведь на праздник Успения ровно 13 лет назад были освящены две надвратные иконы на проездных башнях Московского Кремля. Спасителя на Спасской башне и Николая Чуватворца на Никольской башне. Чудесным образом эти образы сохранились. Это была фресковая живопись, которую кто-то в 20-х или в 30-х годах бережно закрыл металлической сеткой, оштукатурил. И благодаря этому образы уже через 100 лет были раскрыты и предстали взором богомольцев, которые посещают Красную площадь. И с 2010 года начался очень такой интересный процесс длиной в 13 лет, когда фонд Андрея Первозванного выступил, скажем так, инициатором исследования о судьбе икон проездных башен Московского Кремля. Я не буду рассказывать все подробности, но результатом этой деятельности стало то, что были написаны... Одна икона была написана в стиле как раз монументальной живописи на Никольской башне с обратной стороны, уже со стороны Московского Кремля. И еще шесть икон были написаны на металлической подоснове специальными красками, с применением специальных технологий для того, чтобы как можно более долговечны они были. Это был процесс не одного года. И вот как раз экспертный совет Русской Православной Церкви по церковному искусству, архитектуре и реставрации, исполняющим обязанности председателя, которым я и являюсь, его специалисты все время контролировали процесс написания икон примерно раз в полтора, в два месяца состоялись архитектурно-художественные советы, на которых выверялась, я не скажу, что каждая черта на этих иконах, но эти иконы досконально изучались, очень внимательно, и в процессе представления, в процессе представления эскизов, и впоследствии уже в момент написания, тоже очень внимательно, как бы все этапы, все этапы, так сказать, проговаривались вместе с иконописцами, вместе с многочисленными специалистами, которые принимали участие в этом замечательном деле. И вот на праздник Успения в прошлый понедельник состоялось следующее историческое событие после того 13-летнего. Святейший Патриарх осветил двучастную икону Спаса Нерукотворного и Божьей Матери над проездными воротами Спасской башни Московского Кремля, уже со стороны Кремля, а Высокопреосвященнейший Дионисий, митрополит Воскресенский, осветил икону Казанской Божьей Матери с обратной стороны Никольской башни Московского Кремля. Также были в этот момент в башне Московского Кремля вмонтированы еще пять образов. Три образа на Боровицкую башню, один образ Святой Троицы Круглой на Троицкую башню и образ Иоанна Предтечи на Кутафе башню. И наш замечательный краевед и историк Михаил Пыляев. Так, позволю себе короткую такую цитату из его замечательного труда под названием «Старая Москва». Спасские ворота в Кремле, особенно чтимые в древней столице. Народ глубоко благоговеет перед этим памятником и не проходит ворота, не снявши шапок. Обычай этот снимать шапки, проходя Спасскими воротами, теряется в глубокой древности. Официальную же силу закон этот благочестивый получил только по словам Николаева в царстве Алексея Михайловича, который переименовал в 1658 году «Флоровские ворота в Спасские». Именование «Флоровских» оно получило от бывшей когда-то под них церкви во имя Святых Флора и Лавры. В память торжественной встречи в них перенесенной из вятки икона Спаса Нерукотворенного. И тогда же указом постановил навсегда, чтобы в эти ворота никто не проходил, не сняв шапки. Спустя 12 лет тишайший царь подтвердил еще раз этот указ, запретив даже стольникам, стряпчим, дворянам и всех чинов-людям приезжать на лошадях в Кремль. В начале нынешнего столетия, то есть в начале XIX века, лицо, дерзнувшее проезжать или пройти с покрытой головой в Спасские ворота, останавливал часовой солдат и, невзирая на чин и звание, заставлял положить перед воротами до 50 земных поклонов. Такое было благоговейное отношение к этому замечательному месту, которое сейчас по восстановлению исторической справедливости получило свои образы. И с одной и с другой стороны теперь эта икона увенчана образами Христа Спасителя. Возблагодарим Господа за эту милость к нам и, пометуя слова святых отцов Седьмого Вселенского Собора, которые заповедовали, взирая на образ, умом восходить к первообразу. Возрадуемся, что вокруг нас есть множество святых образов, глядя на которые мы снова и снова обращаем наши мысленные взоры ко Господу, к Царице Небесной, к святым угодникам Божьим. А сегодня, особенно в день празднования Собора Московских Святых, мы молимся, чтобы все святые земли московской, наши с вами дальние сродники по плоти и ближние тоже, помолились о нас ко Господу. Всех вас с праздником! Завтра, как я уже объявлял, начало часов Божественной Литургии без 20.10. Спасибо, Господи! Спасибо, Господи!